Книга пророка Иеремии, глава двадцать седьмая. В начале царствования Иоакима, царя Иосии, царя Иудейского, было слово это к Иеремии от Господа. Так сказал мне Господь, сделай себе узы и ярмо, и возложи их себе на шею. И пошли такие же к царю Идумейскому и к царю Моавицкому, и к царю сыновей Аммоновых, и к царю Тира, и к царю Сидона через послов, пришедших в Иерусалим к Сидекии, царю Иудейскому. И накажи им сказать государям их. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Так скажите государям вашим. Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим, и простертую мышцу моею, и отдал ее, кому мне благоугодно было. И ныне я отдаю все земли эти в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время и его земле и ему самому, и будут служить ему народы многие и цари великие. И если какой народ и царство не захочет служить ему, Навуходоносору, царю Вавилонскому, и не подклонит шеи своей под ярмо царя Вавилонского, этот народ я накажу мечом, голодом и моровой язвой, говорит Господь, доколе не истреблю их рукою его. И вы не слушайте своих пророков и своих гадателей и своих сновидцев и своих волшебников и своих звездочетов, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь, чтоб удалить вас из земли вашей, и чтоб я изгнал вас, и вы погибли. Народ же, который подклонит шею свою под ярмо царя Вавилонского, и станет служить ему, я оставлю на земле своей, говорит Господь, и он будет возделывать ее и жить на ней. И сидя к царю Иудейскому, я говорил всеми этими словами и сказал, подклоните шею свою под ярмо царя Вавилонского и служите ему и народу его, и будете живы. Зачем умирать тебе и народу твоему от меча, голода и моровой язвы, как изрек Господь о том народе, который не будет служить царю Вавилонскому? И не слушайте слов пророков, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь. Я не посылал их, говорит Господь, и они ложно пророчествуют именем Моим, чтобы Я изгнал вас, и чтобы вы погибли, вы и пророки ваши, пророчествующие вам. И священникам, и всему народу этому я говорил, так, говорит Господь. Не слушайте слов пророков ваших, которые пророчествуют вам и говорят, вот скоро возвращены будут из Вавилона сосуды дома Господня, ибо они пророчествуют вам ложь. Не слушайте их, говорит, служите царю Вавилонскому и живите, зачем доводить город этот до опустошения. А если они пророки, и есть у них слово Господне, то пусть ходатайствует перед Господом Саваофом, чтобы сосуды, остающиеся в доме Господнем и в доме царя Иудейского и в Иерусалиме, не перешли в Вавилон. Ибо так, говорит Господь Саваоф, о столбах и о медном море и подножиях и о прочих вещах, оставшихся в этом городе, которые Навуходоносор царь Вавилонский не взял, когда Иехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех знатных иудеев и иерусалимлян вывел из Иерусалима в Вавилон. Ибо так, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, о сосудах, оставшихся в доме Господнем и в доме царя Иудейского и в Иерусалиме, они будут отнесены в Вавилон. И там останутся до того дня, когда я посещу их, говорит Господь, и выведу их и возвращу их вместо сие.